Добрый день! Я Александр Ильин и мы начинаем очередной пресс-клуб. Сегодня тема нашей передачи это налоговый сюрприз для жителей Латвии. Ни для кого не секрет, а многие уже давным-давно потеряли здоровый сон и получили сюрпризы от государства в форме долгов по налогам. Напомним, что в начале 2019 года служба государственных доходов поставила население нашей страны перед фактом. В результате налоговой реформы, проведенной около 60 тысяч жителей нашей страны, стали налоговыми должниками. Большинство из них знали и были уверены, что за них платятся налоги и у них все в порядке, но оказалось, дифференциация необлагаемого минимума сделала их нарушителями. Бюро омбудсмена проанализировало налоговую реформу, стартовавшую в Латвии более года назад. И по мнению правозащитников, перемены ударили по самым незащищенным слоям населения, в частности по молодым мамам, семьям с детьми и пенсионерам. Но больше всего риску стать наложными должниками подвержены получатели авторского вознаграждения, молодые мамы, которые снова начали работать, и лица, меняющие место работы. Начиная с 1 марта, СГД проинформировало своих жителей, и при наличии долга налогоплательщику придется в обязательном порядке подать декларацию от доходов, и следует это сделать с 1 марта по 1 июня. В противном случае, кроме налоговых долгов, придется оплатить штраф в размере до 150 евро. Человек, не нарушивший закон, задним числом объявлен вне закона, он стал должником. Я представляю сегодняшних гостей нашего пресс-клуба, и очень рад, что у нас квалифицированные специалисты, которые смогут дать исчерпывающие пояснения, исходя из своего опыта и тех развивающих событий, в которых они тоже сейчас живут. Вия Юхневич, бухгалтер и предприниматель. И Игорь Понятовский, юрист. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, господа, вы тоже с этим столкнулись. Я хочу начать, наверное, с такого самого шокирующего момента, который был везде и много прозвучал в СМИ, а именно с лозунга, который опубликовала молодая девушка по имени Лига Кугенеце. И она отреагировала на эту ситуацию с долгом, буквально написав, продам почку недорого. Мне неполных 25 лет, продаю, потому что государству уплаченных налогов не хватает, написала она. И здесь вопрос такой. Почему человек стал должен государству? Наверное, Игорь, я хочу спросить у вас, в первую очередь, как вы видите ситуацию, что люди стали должниками и стали должны именно при этом исполняя качество своей обязанности? Ну, наверное, прежде всего хочется пару слов сказать в защиту налоговой службы и тех работников, которые там работают. Что люди, которые обращаются, нужно, конечно, понимать, что нет их вина, они просто исполняют свои обязанности, а мы порой, когда обращаемся, мы пытаемся вспомнить все. И наше правительство, и президента, и плохие дороги, и все-все-все. Поэтому думайте, что там работают наши жены, наша мама, наши сестры, и потом, в принципе, это негативно все приносится в семью. Это как в виде вступления. Почему это произошло, и почему так происходит, я думаю, что, возможно, в принципе, может быть не совсем хорошая составленность самих жителей. Хотя, по большому точку, насколько мне известно, налоговая служба достаточно активно ведет по этому работу. Я знаю, они проводят семинары у себя в своих филиалах, и, насколько мне известно, даже получается, по-моему, в конце марта приходил семинар по декларациям. Но на этот семинар, в основном, есть только бухгалтера, и там не очень большой состав. Возможно, в этом. То, что сейчас произошло, в принципе, это было предсказуемо, было ожидаемо. У нас ВИИ поправят с 2018 года, да, вели прогрессивный налог, и поэтому эта ставка, она стала теперь меняться. А в зависимости от суммы, там, до 20 тысяч, по-моему, это 20%, а свыше 20, нет, ошибаюсь, до 20 тысяч, так, да? 20, потом свыше 20, до 50, по-моему, 5, это 23, и свыше 55, там, по-моему, применяется ставка 31,4. Чтобы хотя бы просто немножко наглядно рассказать, что произошло, наверное, может быть, такой простой пример, из, может быть, мы чаще столкнемся в жизни, будет более понятно. Когда человек платит за электричество, и ЛАТЭнерго предлагает такую, как бы, ну, как опцию, она говорит, что, смотрите, вот вы платили за электричество там за предыдущий год, и у вас, в принципе, ежемесячно стабильные, как бы, там платежи, ну, они там, может быть, по 10 евро, по 15, может, где-то 16. Мы, в принципе, берем среднюю за, исходя то, что у вас было за предыдущий год, и эту среднюю сумму мы начисляем каждый месяц. Он говорит, а как там, а если, говорит, больше, говорит, ну, мы сделаем перерасчет, а если, говорит, я меньше, ну, тогда засчитаем эту разницу в новом году. И человек со всей уверенностью в новом году, получая счета, там, не знаю, исходя из того, что он платил в прошлом году, допустим, там, по 10, 12, по 15 евро, получает где-то платеж, там, не знаю, там, по 13 евро. Вот он получает, 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 потом раз в конце. Я сам в такой ситуации был. Потом в конце года он получает счет по 150 евро. Ребята, как же так? Вы же говорили, что это будет фиксировано, исходя из среднего, а вы вроде выбрали среднюю, а еще около 150. Начинаем разбираться, и потом выясняется, что вина моя, потому что, ну, к примеру, допустим, за предыдущий год, допустим, не знаю, там, я использовал электричество, но, допустим, может быть, каких-то 3-4 месяца вообще не проживал, я им не пользовался. И фактически, получая этот период, не был защитным. А в новом году я стал пользоваться, и, может, даже стал больше потреблять, не знаю, там, стал пользоваться какой-то бытовой техникой. Ну, получается, что люди просто были не готовы к новой системе, и они не понимали, как ей грамотно пользоваться и как грамотно фиксировать свои доходы, чтобы не попасть в эту западню. Можно сказать так, да. Виам, послушайте, вот тогда ситуация получается такова, что люди работали сразу в нескольких местах, многие меняли место работы в прошлом периоде, и далее там были какие-то индивидуальные хозяйственные сделки, но никто не знал, как вести эту учетность. И по факту, наверное, вышло, что запутанность новой налоговой системы, были какие-то системные ошибки у бухгалтеров, или это все-таки какие-то умышленный капкан предыдущего правительства, который ввел эту систему, но бухгалтера и, в принципе, налоговые службы не сразу смогли провести всю информационную работу с населением. То есть, как вы считаете? Ну, поскольку я представитель практики, да, поскольку я сама активно участвую в предпринимательстве и каждый день в этом нахожусь, всякий раз, когда ты начинаешь какое-то предпринимательское дело или все, что связано с твоими финансами, или ты делаешь какие-либо сделки, надо поинтересоваться. Потому что часто бывает, что люди сделают сделки, начинают предпринимательское деятельство, и потом, как вы сказали, обратным ходом узнают, ой, мне, оказывается, надо было такой налог заплатить. Но в моей предпринимательской деятельности и в опыте все, что произошло за этот год, было только три случая, когда надо было вернуть эти деньги, и то это были все достаточно решаемые случаи. Да, то есть, там не было ничего такого, что, ну, скажем так, это капкан или так далее. То есть, прежде чем человек начинал какую-то деятельность, они, как правило, интересовались, и мы об этом уже знали. Да, поэтому тут я тоже не могу сказать, что вау, это было... Ну, наверное, здесь можно обратиться к той официальной статистике, которая уже стала для нас доступна. То есть, у нас, получается, порядка 7% населения Латвии, они попали в категорию должные, должники. Это порядка 60 тысяч населения, то есть, человек, который действительно имеет задолженность перед государством по налогам, там, и сумма базируется там, и варьируется от 2 евро, и там превышают даже тысячные лимиты. То есть, здесь вот, конечно, не все должны государству, но те люди, которые в эту ситуацию попали, как правильно сказал Игорь, они винят всех и каждого. Они винят правительство, они винят сотрудников службы госдоходов, что, ну, на самом деле, СГД, вы правильно сказали, они только исполняющий орган, который регулирует, какие налоги должны быть, но они не законодательны. Да, АСЕМ принял этот закон. То есть, вот, остановимся, наверное, перейдем сейчас чуть-чуть на радостную ноту, что не все должны государству, многим государству обязаны вернуть эту переплату, и здесь, ну, наверное, продажа почки для них не грозит. Вот, и они рады видеть ту цифру. То есть, это правильно выбранное какое-то налоговое обложение, то есть, ставка налога, которую они, как правильно Игорь привел пример с электричеством, авансировали, или они действительно уходили в тень и что-то не платили. То есть, вот почему государство одним должно, а другие должны государству. Вот, как вот, в двух словах это сказать. Ну, так как вот, он прекрасно Игорь привел пример, действительно, у людей были, как правило, те, которые работали на несколько работ, да, и они превышали эти все доходы. И, то есть, это тоже самому можно было выбрать эту ставку, не все об этом знали, да, но, скажем, в моей практике те суммы, которые надо доплачивать, там, допустим, 20 или 40 евро, ну, я не считаю, что это настолько великие суммы, которые не по карману. Ну, 20 евро это еще что-то более-менее. Хорошо, давайте затронем тогда следующую ситуацию. Звучит она так, что хочу знать, как не попасть в налоговую западню, а связано это, наверное, с тем, что среди тех должников, которые стали, есть люди, это несовершеннолетние дети. Я так проанализировав, понимаю, что это те, кто летом официально поработал на предложенных мероприятиях самоуправлений. И вторая категория, это неработающие пенсионеры, у которых тоже попали в категорию должников. И здесь вот хочется получить какое-то наставление, как не попасть и почему, вот именно, в первую очередь, несовершеннолетние дети, которые еще не дееспособны полностью, которые получили первый трудовой опыт, но уже стали должны. То есть, вот что это? Как вариант, не знаю, допускаю, трудно сказать, потому что если дети работали, только их доход, других нет, но если, опять-таки, коснуться темы пенсионеров, как бы, вот наглядным примером, то есть человек, он тоже, в принципе, получает какую-то свою пенсию. И фактически никакой деятельности больше не ведет, как взять, допустим, по аналогии, допустим, тех же детей, которые вышли только на работу. Но мы забываем о том порой, что мы, не знаю, сдали тот же самый металлолом. Мы сдали, получили деньги, все, информация об этом пошла. Это наш доход. Мы с него, как бы, ничего не заплатили, все правильно, я сдал, я получил денежку, все. Но это мой доход. Дальше, получается, я продал какой-то гараж. И, возможно, даже, допустим, если были исполнены два условия, у меня было 60 месяцев земельной книги, мой объект, и, там, не знаю, еще, может быть, там, место декларирования для нас. И это не облагается дополнительно налогом на прирост капитала, но, тем не менее, это тоже мой доход. Получается, моя пенсия 400, мой металл 100, там, не знаю, и продажа гаража 2000. Правильно, он не облагается. Но ставка, суммируя весь доход, ставка применяется уже, может применяться уже 23. И для нас это большое открытие. Как же так? Поэтому, возможно, в этой связи эта часть не столь защищена, может быть, больше ставку это было как-то продумать как-то иначе, но люди просто забывают, что это учитывается тоже. И, в принципе, те ставки, которые, извиняюсь, я оговорился, те сделки, которые проходят разограницей, о которых мы не знаем, они тоже фиксируются. Хорошо, давайте посмотрим еще на тот момент, что с 1 января 2018 года служба государственных доходов стала проводить точный мониторинг денежных потоков по банковским счетам. То есть могло ли быть это связано с тем, что по банковским счетам наших граждан проходили какие-то сделки, которые служба госдоходов сразу автоматически приравнивает к доходам или к неучтенным доходам и облагает налогом. Поэтому это отображается, конечно, в их индивидуальной декларации. То есть, как вы считаете? Возможно, да, но, опять-таки, люди сами, прежде всего, насколько я после практики сталкиваюсь, люди сейчас стали достаточно этим активно интересоваться, и многие достаточно добросовестно сами говорят, я хочу задекларировать. Я говорю, ну, может быть, нет необходимости, потому что у вас же, как бы, ваша сделка, она не облагается налогом, скажем, у вас есть там эти условия, 60 месяцев земельной книги, ваше место декларирования. Они говорят, я хочу задекларировать, что у меня такая сделка была, поэтому люди сами декларируют. Я не могу сказать точно сообщать ли бан, хотя есть, я могу сейчас ошибаться, есть закон оборвес, нет, есть закон оборвес коррупции, и там, в принципе, когда на счету, либо потоки денежные допускают какой-то определенного, скажем, уровня, они должны сообщить. И тогда уже получит налоговая служба, в принципе, уже берет под контроль и оценивает, откуда они поступают. Насколько я помню, раньше было просто государством лимит, что человек имел право оперировать, что если у него уровень потоков денежных по банковскому счету не превышал 15 тысяч евро в год, то это считалось нормально. То есть сейчас мы знаем, что произошли изменения, и государство активно контролирует все сделки, которые выходят за параметры 3 тысячи евро. Соответственно, мы видим, что государство активно выталкивает из гражданского сектора наличные деньги и хочет, чтобы люди приводились цифрами. И Вия, скажите, вот вы как бухгалтер, как предприниматель, то есть вот вашим работникам как больше нравится получать зарплату купюрами или перечислением на карту? И как бухгалтеру действительно проще проводить отчетность? Я понимаю, что это безналичные платежи они всегда более просты, но вот ваша позиция, то есть что, к чему ведет вывод наличных денег из гражданского сектора вообще? Ну, это дело вкуса, конечно. Кому-то нравится карточкой пользоваться, кому-то до сих пор нравится держать деньги в руках. Естественно, нам, бухгалтерам легче это все по безналичке делать, но это очень индивидуально. И, ну, как правило, естественно, все в основном по перечислению делают. Очень мало сейчас. Есть плюсы и минусы. Если, допустим, мы говорим, может быть, перечисления, я самому не очень нравится. Я, честно говоря, банк рассматриваю сам как чисто инструмент для платежа, не более того, потому что те проценты, которые банк, это, извините, слезы, и это неинтересно. Потом, более того, люди, которые получают данный процент, это еще облагается налогом, это раз. Плюс, то, что если, допустим, ты где-то за границей потерял кошелек, карточку, то ты свои деньги не потерял. Ты можешь восстановить, это как бы большой плюс. Ты можешь где-то везде рассчитаться, если, допустим, в другой стране, и там другая валюта, это плюс. Конечно же, минус, но я, допустим, на своем жизненном пути помню такие примеры. Это в 90-е годы, когда, в принципе, у людей были денежные средства на счетах, в банках, но они не могли воспользоваться, потому что... Нет, ну давайте посмотрим, во внимание, то есть у меня, предположим, есть денежные накопления, превышающие 35 тысяч евро, но государство, да, согласно регулы Евросоюза, гарантированно мне в случае какого-то форс-мажора банка, либо его краха, вернет только 35 тысяч евро. Остальные деньги где-то там зависнут, и я не знаю, когда они вернутся. Это минус. Это риски. Я говорю о том, что вы не сможете их, скажем, потрогать. И я хотел сказать про 90-е, когда была такая ситуация, когда у вас были средства, вы могли тоже купить. Ты говоришь, я иду покупать шкаф. Он говорит, хорошо, принеси из магазина чек, что ты будешь его покупать. Тогда мы тебе сумму дадим, потому что в то время сметаловался все с прилавков. Это сама ситуация. У тебя есть средства, но ты им воспользоваться не можешь. Тебе нужно еще доказательства, на что их потратишь. Поэтому, в принципе, в этом случае лучше получаются были средства. Я думаю, что это, конечно, ну не знаю, это большой как бы удар будет вообще, как бы, не знаю. Но вот по экономике, вывод наличных средств, он ухудшает вообще оборот покупательских способностей или улучшает? Как вы считаете? Я думаю, ухудшает. В моем случае ухудшает, да. То есть мы, я в принципе солидарен, потому что мне нравится, не то, что нравится, я считаю, что более благоразумно, когда человек оперирует наличными деньгами и позволяет себе сделки. Другое дело, что дальше надо доказывать происхождение этих денег, но зачастую это тоже не является какой-то проблемой, но опять же таки, опять же таки, государство уменьшает вот эти ставки. И получается, что в любом случае у меня эти наличные деньги в формате латвийского государства, они просто будут невостребованными, потому что эта страна мне не будет позволять их тратить без дополнительных налоговых обложений. Это если бы сказать, что у вас была бы квартира, она была бы виртуальная. То есть у вас есть деньги, но они виртуальные, они там, они-то есть, но они там, вы их потрогать не можете. И жилплощадь у вас виртуальная, вы живете, но этого момента как бы нет. В принципе, очень часто радуются за электронную документацию, но в этом есть свой минус. И когда мне говорят, ну вот так, это очень быстро, это очень удобно. Я говорю, подождите-ка, это вращаться документы, которые восстанавливаются, вы куда обращаетесь? Какие-то в электронные облака вы бежите, в архив. И в какие-нибудь, допустим, церковные приходы, где есть необходимая вам информация. Оттуда вы черпаете информацию, но не из электронного облака. Хорошо. Мы все являемся потребителями, и нас уже давно ввели в обиход, и мы стали активными пользователями систем лояльности, которые нам навязывают торговые сети. То есть мы видим активные скидки, но все эти предложения работают только в том случае, если у нас есть этот кусок пластика, что мы являемся клиентами. Государство обязало крупные торговые компании сдавать отчеты по системам лояльности, где мы уже видим и понимаем, что за каждый потраченный цент в том или ином магазине нам тоже нужно отчитываться. То есть вы как пользователи, и я в том числе, нас это не пугает? То есть к чему это вообще ведет? То есть это либо тотальный контроль наших денежных потоков, либо это действительно маркетинговый ход, чтобы понимать, что лучше предлагать. Нет, это тотальный контроль. Это мое мнение. Согласна. На самом деле это пугает, потому что люди боятся тратить. То есть они вообще боятся тратить. Особенно это касается той категории лиц, которые являются резидентами Латвии, но работают за рубежом. Ну, нужно, наверное, сказать, что деньги это тоже своего рода как частная жизнь. И когда кто-то в нее пытается вклиниться и выяснить, сколько же ты получаешь, сколько ты тратишь. Конечно, можно оперировать, а все это заплатили налоги. Это одна история. А когда начинают контролировать какое-то имущество накопления, и, как мы уже говорили, как потом эта информация может быть использована дальше. Хорошо. Давайте посмотрим еще одну ситуацию на перспективу. То есть наш премьер-министр озвучил своими словами, что он в курсе происходящих событий, что он понимает недовольство граждан, которые стали налоговыми должниками, и что в перспективе где-то там в 2020 году он рассматривает возможность проведения новых налоговых реформ, которые будут более качественными, что нынешние, возможно, имеют изъяны. То есть, как вы думаете, это действительно должно произойти, или текущая система налоговая, она достаточно адекватная, и просто мы еще к ней не притерлись? Нет, безусловно, конечно, есть моменты, которые может не нравиться, и не могу сказать, что она идеальна. То, что сказал премьер, он, в принципе, поступил как хороший политик и дипломат. Он взял тайм-аут, он сказал, что это будет меняться, будет пересматриваться. То, что будет меняться, даже не в контексте того, что сказал премьер, то, что будет меняться вообще, это точно будет меняться. Потому что жизнь-то идет, не стоит на месте. Оно подкидывает другие моменты, о которых нам нужно реагировать как-то, принимать решения. И вот что для бизнеса, налоги для бизнеса, что бы хотелось поменять на самом деле? Давайте так, пофантазируем. Я скажу лично свое мнение, хотелось бы стабильности. Потому что когда ты каждый начинаешь Новый год, и у тебя постоянно опять новые ставки, и надо перестраиваться, и так далее, мы уже настолько привыкли жить в постоянном системе перемен. Нет, допустим, как предпринимателю, хотелось бы стабильности, чтобы я несколько лет наперед могла запланировать те же ставки, и ту же прибыль, и рассчитывать на что-то. Я могу, но когда постоянные перемены, постоянно надо и про бизнес думать, и про ставки думать, и про людей думать, конечно, это очень осложняет задачу. С одной стороны, с другой стороны, мы в постоянном драйве, в постоянном тонусе. Но в любом случае приспособление к системе – это вложение со стороны предпринимателя, потому что переход с одного принципа на другой, это тебе все равно нужно что-то вкладывать, чтобы оптимизировать эту систему, сделать ее удобной. И если мы каждый год будем что-то менять, то, соответственно, мы не можем себе в бюджете ежегодно закладывать какие-то денежные потоки на эти реформы. 1 марта наступило, у нас есть какой-то тайминг, чтобы подготовить свои декларации, чтобы кому-то получить переплаты, кому-то заплатить эти налоги. И здесь, наверное, совет юриста никогда не будет лишним, потому что зачастую люди хотят ясности в той цифре, которую они видят как должники. И в первую очередь их пугает. Мы не можем дозвониться, мы не можем попасть в назначенные дни, потому что клиентские центры службы госдоходов не работают ежедневно и круглогодично. Те электронные форматы переписки, но, к сожалению, у нас еще не все стали пользователями ЭДС, кто-то еще живет в бумажном формате. Игорь, что вы посоветуете? То есть сразу платить или действительно есть смысл... Студентам, пенсионерам, вообще людям? Вообще людям, как гражданским лицам, то есть не предпринимателям, не бизнесменам, а просто физическим персонам, которые открыли, увидели, мы должны. То есть могут ли они получить обоснование, разъяснение от службы государственных доходов, за что они должны конкретно? В принципе, если мы говорим о получении какой-то информации, можем. Есть три момента, как это можем сделать, если вообще говорим о каком-либо запросе. Первое, это просто, конечно, по этому звонка. Но для меня это ни о чем, потому что сегодня человек работает, ты не видишь, кто отвечает, и ссылаться на кого-то человека там мне, не знаю, там кто-то сказал, это нет, не рекомендую. Второй момент, можно просто сделать письменный запрос, адресовать, там в течение месяца его получишь, если попрощишь дать письменный ответ. Можно в электронном виде тоже сделать, тоже получишь ответ. Но для меня это тоже как бы, ну, не совсем мне это нравится, потому что данный ответ, ну, это просто ответ. Мне больше нравится, если мы говорим про запрос, есть административно-процессуальный закон, есть такая форма, там предусмотрен, называется уззане. Не иззане, а уззане. Вот в этой ситуации, у тебя есть какая-то ситуация, к примеру, чтобы было понятно, например, ты продаешь квартиру, и ты хочешь знать, какие налоги нужно заплатить. Юрист говорит тебе одно, а другой говорит, сделаем вот так, и ты не знаешь. Тогда ты пишешь, что у меня есть квартира, что данная квартира в земельной книге более 60 месяцев, и мое место декларирования по этой квартире 12 месяцев. Прошу мне разъяснить, в случае отчуждения данной квартиры, то есть продажи, какие налоги мне необходимо заплатить, и указать правовое обоснование, на основании чего мне нужно заплатить. В течение месяца вы получите ответ уззанью, данный документ будет иметь силу административного акта, если впоследствии вам предъявляют претензию, что вы должны заплатить какие-то налоги дополнительно, то вы предъявляете документ. Это не просто будет бумажка, а ответ, это официальный документ, это административный акт. То есть он, даже если потом выяснится, что тот человек, который давал, принял неправильное решение, то все равно он будет принят в вашу пользу, как оно там указано. Вот это хорошо. Понятно. Но по каждому вопросу не думаю, что нужно запрашивать. Нет, ну просто это актуально для тех людей, которые видят цифру «я должен государству», и им на самом деле хочется понять, за что скопилась эта цифра налогового долга, чтобы на будущее уже понимать, как строить алгоритм своих доходов, и действительно, где какие процентные, процентном соотношении налоговой ставки применять, где налоги платить сразу, где действительно перейти на 23%, и пусть государство на конец года будет мне должно, чем я попадаю в этот казус, что мне надо где-то изыскать эти доходы и заплатить государству. Хорошо. У нас есть электронная форма декларирования, и здесь хочется задать сразу вопрос. Практические формулы, как не стать должником, то есть как правильно оформлять свою декларацию, и что нужно учитывать при подаче документов в декларацию, это, наверное, связано с тем периодом, что нужно человеку, особенно тот, кто достаточно часто меняет смену своей работы, производит, то как правильно расторгнуть и завершить свои предыдущие трудовые отношения и начать новые, чтобы вот в этой электронной системе не было каких-то несоответствий, или они были запоздалыми, и потом на конец года их сопоставляли, и снова ты попадал в ранг «я должен». То есть вот что делать? Практически советы и формулы, как не стать должником? При заключении трудовых договоров и расторжении трудовых договоров, естественно, ответственность за подачу этих деклараций ложится на предпринимателя, на работодателя. И тут уже с него идет ответственно, правильно ли были поданы сведения об принятых или уволенных. Но есть, конечно, в практике такие случаи, когда предприниматели не увольняют своих работников, тогда работник сам должен приехать в налоговую службу, написать заявление и просто уволиться в этом же случае. То есть и при подаче электронных деклараций, там, мне кажется, все достаточно просто. Надо следовать инструкциям, которые там идут, отвечать на их вопросы, правильно отсканировать все документы, и в случае непонятности налоговая служба всегда обращается, задает вопросы, идти, естественно, на диалог, просто с ними коммуницировать, задавать вопросы им. То есть они всегда достаточно отзывчивы и помогают, то есть всегда идут на встречу и помогают каждому частному человеку. Игорь, совет юриста, то есть вот в этой ситуации. Я бы дополнил коллегу и попросил бы ее меня тоже дополнить поправить, если я, потому что человек работает в бухгалтерии лучше и больше знает, чем я. Я только частично к этому соприкасаюсь. Я бы сказал последующее. Чтобы этого не было, прежде всего, нужно четко понимать. Конечно, это ложится обязанность на работодателя, но человек, который срабатывает на работу, тоже должен это понимать. Не так, что я дал, и все, и я уже больше ничего не касаюсь. Человек, если устраивается, понимает. Если он не просит никаких-либо льгот, то я бы не рекомендовал ему, в принципе, подавать эту налоговую книжку, то есть присоединять. Я устроюсь на работу к работодателю. Я должен, скажем, свою электронную книжку подсоединить к работодателю. Правильно так? Да. В этой связи еще и прошу у налога каких-то льгот. Данные льготы, получается, предназначают какие-то, допустим, скидки. А у меня, получается, доходы, они потом превышают, становятся больше. И в конечном итоге, в конце года у нас появляется эта вот разница. Поэтому я бы рекомендовал бы, если у вас нету, вы не претендуете на льготы, данные книжки не подавать. И тогда у вас был бы расчет по факту из того, что вы получаете, были ли вы начисления. То есть применялось бы, возможно, ставка изначально больше, и вы в конце года были при этом удивлены, что мы еще лагуставство должно. Но поскольку вы получаете, вы подаете книжку, то в эту книжку зачисляется предыдущий перевод за предыдущий год. И берется та ставка. – Хорошо. Я вас услышал, и зрители тоже. У нас время, к сожалению, тает, и заканчивается наша передача. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы сегодня пришли и рассказали много интересного. Ну а зрителям хочу пожелать, во-первых, не надо паниковать, спокойствие, только спокойствие. Относитесь к всему хорошо и позитиво вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова